В эфире 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 первый конкурс дискотек городской, которым, естественно, первое место, это 7 после 7, эта команда и заняла. Я тогда, в общем-то, уже в начале 80-х вошел в это движение, и хочу сказать, что тогда не все было так просто, и даже более того, все было достаточно сложно, то есть не так, что дискотечники ставили ту музыку, которую им хотелось, говорили то, что им хотелось, ничего подобного. Была создана система аттестации дискотек. Система аттестации очень жесткая, были проверки. То есть это аттестация на то, чтобы можно делать коммерческую программу, и вообще можно выступать? И вообще, даже больше, вообще можно выступать. Или нельзя выступать? Да, вот именно нельзя, потому что сначала, конечно, еще в 70-х годах, дискотеки были под крышей комсомола, вот, например, в 7 после 7 Юрий Томилин являлся председателем культмассовой комиссии горком комсомола Жуковского. Естественные карты в руки, то есть под гиды комсомола. А вы знаете, говорят, что вот комсомол, там, что он делал, чем занимались эти люди. А между прочим, все дискотечное движение поддерживалось комсомольцами. Именно как раз руководители комсомольской организации. Надо сказать, что и одна из дискотек, которая первая начала работать в железнодорожном, она была ведомственная, да, она была при горкоме комсомола НИТИ. Да, научно-исследовательский технологический институт. Это была дискотека «Мечта» номер 716. Она была создана 26 апреля 1979 года. И как раз при комитете комсомола. Тогда был руководитель Николай Табаков, а диджей Алексей Земсков. Позже, когда уже я появился там на горизонте, в 86-87 году на ее базе был создан дискоклуб «Мысель». Ну, а дальше, естественно, позже расскажу. Это ты создал на ее базе дискоклуб «Мысель». Да, да, да. Сергей, скажи, пожалуйста, вот все-таки административные вот эти вот штуки, припоны, понятно, что их можно было преодолевать. Но я посмелюсь на себя взять такой вот роли человека, который тоже в это время был и тем же самым занимался. Я хочу сказать, что преодолевать их можно было одним хорошим способом. Например, классным творчеством. Когда это была не просто музыка, когда это была программа, совокупность слайдов, какого-то там кино показывалось. Одновременно можно было делать там какую-то шоу-группу, интересную программу. И тогда вот эти наши замечательные чиновники, которые приезжали от тестового дискотека, они просто плыли и таяли и говорили, боже, ну, слушай, ну, блин, классные ребята, пускай они работают, давайте им дадим аттестацию. Вот ты считаешь, что было самым важным все-таки? Все-таки это были люди-чиновники, которые утверждали или не утверждали программу той или иной дискотеки? Это было так. Но дело в том, что тут было не совсем все просто. Не то, что приезжал один чиновник, и это, кстати, Растаев от хорошей организации программы все подписывал. Во-первых, нужен был, чтобы руководитель дискотеки получил образование, чтобы у него было удостоверение. Так, надо было еще отучиться. Отучиться, раз. Во-вторых... Это курсы были специально. Да, 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 курсы. Специально в Москве. Это были все союзные курсы. Там группы были в Московской области, в которой обучались руководители дискотеки, и диск шокей тогда называлось, из Московской области. Дальше должна была создаваться аттестационная комиссия, в которой был представитель администрации. Во-первых, отдел культуры, как правило, города или района, потом представитель комитета комсомола, и обязательно представитель разрешающей организации из центра, из области. Это, значит, профсоюзной клубой занимался МДСТ, Московский дом самодеятельного творчества. Тогда, в те годы, был представитель Александр Горбунов. И клубами госсети занимался научно-методический центр народного творчества. Сначала Роман Юлса, спозже Михаил Бабашев. Он являлся ответственным за дискотеки. То есть, это солидная комиссия. Но председатель был, областник председатель. Сергей, вот слушай, обычно, знаешь, принято считать, что какой-то человек, который дискотекой занимается, это диджей, прежде всего, это лицо дискотеки. Это какие-то танцоры, гоу-гоу, какая-то шоу-команда. Вот тех времен, мы говорим. Но ты же никогда не был лицом команды, извини, конечно. Ты всегда занимался административной деятельностью. И плюс к этому творческой частью являлось то, что ты, во-первых, сам не дурно играл, откровенно говоря, за пультом несколько десятков лет проиграл. И надо сказать, что очень тонко чувствовал, что ребята делали в дискоклубе, мысли железнодорожного. И что они делали правильно, что неправильно. И вот тут важные моменты руководителя, политика, воспитателя, организатора, потому что тогда они были кратно тебе моложе. И вот как-то руководить этими всеми шалопаями, да, их у тебя было в разные периоды дискоклуба, мысли, по-моему, там десятки человек. И вообще через дискоклуб прошли сотни, по-моему, всевозможных разных юношей и девушек, творческих юношей и девушек, которых были не самые такие простые, не были не отличники многие из них, скажем честно. Как ты умудрялся лично сам находить подход, что для тебя, как для руководителя? Потому что было самым важным. Самым важным было понимание, значит, понимание логики построения программы и понимание то, что сейчас происходит в музыкальной русле, в молодежной субкультуре. Очень характерный момент, я забегу вперед, в начале 90-х, вот был в моей дискотеке, где я был руководитель, вот дискотека Мойсель, у меня были отличные звукооператоры Александр Захаров, Роман Добурский, ну, они были все воспитаны диско, такие ритмы, но в 91-м году уже появился Нью Вайф, Новая Волна, и появился немножко рэп уже, и в результате я поехал как руководитель, ну, мне было интересно посмотреть в Москве на первый конкурс российский, это был первый год в парке Горького, и я посмотрел, какие там ритмы, какие там модные моменты, уже диско все отошло. Значит, Нью Вейф, рэп, я приехал к ребятам в родник и сказал, ребята, надо перестраиваться. А они говорят, ты что? Ну, понятно, мне было 31 год на тот момент, им было 20 лет, 21 год. Да, естественно, они говорят, ну, что ты там вообще понимаешь, что ты? Я говорю, хорошо, давайте сделаем так, вот у нас дискотека в субботу и воскресенье, давайте так, в субботу вы делаете, что хотите, любую программу, а в воскресенье, ну, все равно день такой, уже перед рабочим день, народу мало. Да, сделаем, ну, назовем ее «Сваби тайм», и появимся две разные фиши в субботу, дискотека, в воскресенье, сваби тайм, и только там такую рафинированную музыку, новая волна, рэп и так далее. Только договорились? А я говорю, да, без вопросов, хорошо, сделаем, если ты так хочешь, ну, так не, хотя, на уступки. Так вот, через две программы уже в воскресенье народу стал хоть больше, чем в субботу. На сваби тайм. Да, на сваби тайм. Естественно, сняли афишу сваби тайм, и сделали все сваби тайм, то есть уже все полностью переключились на ритм, то есть ребята поняли, что придя из армии, они просто немножко сами устарели, а я вот не устарел, как ни странно, потому что я впитывал, то есть когда я ездил куда-то, я впитывал новые моменты, новые веяния, пропускал через себя, вот это было самое главное, и уже даже мог с молодыми доказывать. Ну, когда, конечно, я десятилетия сидел за пультом, тоже не все, мне было легко, скажем, просьбе появился, я вообще его не мог понять. Не мог понять, зачем? Полгода, но потом я проникся, и даже когда я выступал на дискотеке, то есть работал сам, кстати, эти же, на дискотеке «Кому за», я видел как-то шесть-семидесятней бабульки под Продиджей, я уже ловил по темпоритму, но Володя знает, что темпоритм это у меня был главный, возрастание темпоритма, уже опускал Продиджа, и все, уже ноги выше головы, это даже такие программы. Это Владимир Плотицын. Так, так, здравствуйте, уважаемые слушатели. Журналист, радиоведущий, коренной житель железнодорожного. Каждый его эфир – это праздник как для него самого, так и для его гостей. А гости у него самые разные. Очень интересно. От юристов до министров. Ну, не знаю, я бы по-другому, конечно, назвал. Яркие персоны, которым есть что сказать. Спасибо. Каждый четверг в 18.10 при любой погоде и обстоятельствах в эфире радио «Большая Балашиха» и радио 1 авторская программа «Такие люди». Что же за люди такие? Что же за такие люди к нам сегодня пришли? Владимир Плотицын в «Большой Балашихе». Ну, это замечательно. «Большая Балашиха». Радио для хороших людей. Мы продолжаем, друзья. Сегодня у нас в гостях Сергей Пугачев. Один из тех людей, который организовывал дискотечное движение в Подмосковье в 80-е и 90-е годы. И немножко даже дальше, я бы сказал. Да, Сергей, ну и что же, ты говоришь, какие вот основные, основная проба сил всегда была для всех дискотек и дискотечников. Это, конечно, конкурс. Ну, к этому относились серьезно, к этому делались программы, к этому готовились. И уже появившиеся в Московской области и наработавшие себе авторитет в своих городах и весях команды проводили маленькие местечковые конкурсы. Как получилось так, что ты стал заниматься организацией больших, я не побоюсь этого слова, огромных мероприятий, конкурсов, куда при... Сейчас бы это назвали батлов, там, диджей-битв и рубиловых всевозможных, на которые приезжали несколько команд. Ну, естественно, конечно, твоя команда тоже вступала. Ну, все началось именно с тех моментов бюрократических, о которых я говорил. То есть я тогда был в 81-м году, в 82-м я был в Колумбе, дискотека Колумб, колхоза имени Кирова, так называлось, Блашевского района, клуб «Колос» тогда тоже назывался. И, в общем-то, очень благодарен Николаю Саравацкому, Александру Залевскому, с которыми я начинал. Но проблема такая была, не было аттестации. Они меня поручили, говорят, вид у тебя представительный, значит, и поезжай. Найди аттестацию. На очень методический центр, потому что клуб был в госсети, и, естественно, там подчинялся этому центру. И так я начал, я туда поехал, я познакомился. Потом мне там сказали, ну, можно, конечно, сделать, но сделать и программу, документы, все такое. И вот так я втянулся в этот процесс, и когда я сделал аттестацию сначала для Колумба, потом уже для дискотеки «Мысель», который я организовал на базе НИТИ, и, значит, видя мои какие-то навыки, Николай Табаков в 87-м году сделал мне подарок дню рождения, к нему прихожу, он говорит, слушай, давай так ты будешь руководителем дискотеки. Я говорю, ну, это будет не мечта на 17-м, это будет мысль. Он говорит, согласен, все, ты руководитель, ты это с этим. И с тех пор я уже работал как руководитель, но аж как в этом центре, научно-методическом центре, мне дали удостоверение консультанта. Ну, на общественных началах, но консультант с печатью, удостоверение, все, я ездил. Я ездил и, в общем-то, сам аттестовывал дискотеки в составе комиссии. То есть ты уже был на уровне, то есть тебе доверили уже в МНЦТ, тебе доверили уже этим заниматься. Да-да-да. И поэтому, конечно, когда зашла речь, вот Александр Шитиков, спасибо большое, комиссия комсомола Балашики, он начал думать о конкурсах дискотек, то, естественно, и он меня подключил, и все, мы тоже с 87-го года, с 86-го года сначала мы поездили на другие, вот Челков, например, нас поразила дискотека «Глобус» после «Дождь», вот она стала называться. Ну, это очень сильный коллектив, конечно. Жирков, да, Кузьменко, а потом от них отделились в дожде Колесников и Красногер. Это просто невероятная сила коллектив. Андрей Статуев действительно был на что посмотреть, и на это положил начало движения шоу-программ. Вот. Потом в 87-м году Андрей Статуев, это диско 7 в Красногорске. Да, Статуев, рэп-программа знаменитая его, которая просто перевернула там с пола, на самом деле. Так же, как у Сергея Минаева выходила всероссийская программа, очень большая, популярная. Так же вот выходила у Статуева, и «Царство небес» совсем недавно он ушел от нас. Да. Со Статуев очень хорошо мы контактировали, и, в общем-то, с 86-го года, ну, в общем-то, не то, что он очень мне там доверял или что, но просто мы, как профессионалы, нашли и находили, всегда находили общий язык. Молодцы. И, в общем-то, я так понял, что он, ну, не скрывался от меня творческой своей кухни, но я помогал ему. Вот, например, был когда разбор полетов в МДСТ за экопрограмму диско-инрэп, диско-7-инрэп как раз, и там в стихотворной форме, там наша Таня громко плачет, уронила в речку мящих. Тише, Танечка, не плачь, сдашь бутылкой, купишь мяч. Это же пропаганал, это было в 87-м году, антиалкогольная компания. Антиалкогольная компания. И тут, да лучше что, говорит Горбунов, статую, мы тебя выгоним из твоего ДК, значит, в Красногорске, это же самый большой ДК в Московской области, статую понырюше стоит, не знает, как порадоваться, и тут я выхожу и говорю собравшимся, вы знаете, не совсем вы верно интерпретируете. Дело в том, что есть же стеклянная тара, еще и молочная. Да, и статуя имеет в виду из-под молока. Из-под молока, это молочная стеклянная бутылка. Ну, все рассмеялись, да, и наезд был снят. То есть, это, Сатой всегда был, мне за это благодарен, мне кажется, за этот ход, и, в общем-то, всегда мы, ну, не то, что дружили, но мы всегда друг друга понимали. Друзья, у нас в гостях Сергей Пугачев, организатор дискотечного движения в Московской области. И человек, который знает о дискотеках, все, и надо сказать, что, конечно, конкурсная волна, которая захлестнула на Подмосковье, была подхвачена как раз тоже, вот, надо сказать, здесь опять же повернуться к чиновникам. Потому что Московский областной комитет привела молодежи, это та организация, которая очень серьезная, которая вставила его в план своих действий, которая находила на него определенные финансирования, ведь эти были разные города, районы Подмосковья, туда надо было приехать, привезти оборудование людей, организовать там. А конкурсы, бывало, проходили двое суток, там, трое, да, такие финалы. И скажи, пожалуйста, Сергей, вот взаимодействие с этими ребятами, оно, конечно, было очень важно. Но меня очень интересует то, какие были программы. Вот то, чего, к сожалению, мы сейчас не видим. Потому что сейчас мы видим, ну, что, ну, допустим, там, две девушки у нас где-то там на сцене в клетке или там под потолком, и диджей, который там наверху, наверное, его не видно, он там где-то в наушниках, в очках, и все, и привет. Понимаешь, то есть клубная работа, это, конечно, мы понимаем, что она такая далека от творчества. Когда дискотека коммерциализировалась, она, конечно, творчество очень во многом убила, но не во всем, конечно. А скажи, как тогда это проходило? Вот прям вживую расскажи нам. Значит, каждая творческая команда, она искала свой стиль и пробовала. Скажем, вот в Химках дискотека 3 по 23, она под рэп читала, под иностранную музыку, элементы русских народных танцев, например. А вот у нас очень стали модно, ну, не модно, а востребованы в дискотеках в середине 80-х шоу-программы. Это действительно не только, ну, диджей какой-то, дискотеке, точнее, это ведущий, тогда называемый, сейчас диджей, это человек, который просто сидит за звуком. Да, сводит трекер. А эмси, вот как раз он что-то озвучивает, или рэп читает, или еще что-то ведет. А тогда, собственно говоря, ведущий, он иногда действительно тоже за звуком сидел, но, как правило, он был в качестве такого эмси освобожденный, он мог вести программу просто и объявлять, говорить что-то интересное. Ну, естественно, танцевальная группа была иногда даже очень мощная, кстати, несколько составов, которые на сцене заводили, но шоу-номера, шоу-программы, это было что-то вообще потрясающее. То есть, костюмированные шоу. Кто под клоунов, Колумб, вот, ну, Залевский даже назвал диско-шоу группа Колумб, там, действительно, они под клоунов стали делать. Значит, ну, это еще началось с «Глобуса» Челковского, где клоун, это был один из персонажей на сцене со световой гитарой, который он управлял световым пультом. Это, конечно, мы потом в мысли тоже сделали, такую же гитару. Вот, и действительно, это элементы, вот, чисто цирковое кидание кирпичом, бросаясь кирпич настоящий на сцену, а потом в публику кирпич гутоперчивает. То есть, это такие номера, которые, ну, что-то невероятное, публику заводили просто невероятно. То есть, посетители были просто в восторге. Вот, кстати, потом, когда Колесников ушел из «Глобуса» и создал «Дождь», он стал считать, что это вообще дискотека-театр. Но это было лишнее. То есть, это было неправильно, программа «Бременский музыкант», она уже не пошла, и «Дождь» уже не стал занимать тех лидирующих позиций, которые был «Глобус». Действительно, они инсценировали, это у них была жесткая программа театральная, но у них была стена, вот, как вот. И чем это сразу отличается от театра? Принцип пятой стены – это как раз в театре. И вот у Колесникова она, к сожалению, получилась. А на самом деле это, как КВН, должен прямой контакт с этой публикой. То есть, когда мы потом начали в областном центре, ну, общественном, которым я возглавлял в 90-е годы, заниматься КВНом, это все было очень близко. Переход от дискотеки КВН был органичен, потому что те же самые шоу-элементы, они плавно перетекли из одного в другое. Вот. А на дискотеках удавалось создавать вот такой компромисс между теми и теми, и, в общем-то, получилось, ну, просто невероятно. Другое направление, вот, как Андрей Статуев, диско 7 в Красногорске – это рэп. Причем ритмически – это не тот рэп, который сейчас. Это ритмическая речевка такая на простые стихи, но в то же время очень удачная. И удачное наложение, удачная подача, и просто действительно по всему Советскому Союзу даже нашлась его программа. Это мы сами знаем, что просто диджей ставили, отказываясь от своего диджейства, встали подряд, и все танцевали, слушали. Да, просто вставили программу Статуева. Да, да, да. До сих пор она вызывает очень большой интерес. Сергей, скажи, пожалуйста, конечно, среди таких людей у тебя в дискоклубе, потому что называлось клуб, так как-то звучало, так олдскульно, клуб. На самом деле там были люди молодые, юноши и девушки, которые приходили туда буквально каждый вечер после учебы или работы, и занимались они тем, что они там репетировали, придумывали, делали какие-то... То есть в дискоклубе всегда важная история – это тусовка. Да, безусловно. И важно то, что они ответственно подходили к этому, потому что если сделать плохо, сделать халтурно, то и публика это почувствует. То есть пуститель, дискотек почувствует это в первом, и будут отворачиваться и говорить, ну, ерундой занимаются. Когда действительно все отрепетировано, все подготовлено, хорошо сделаны декорации. Вот Юрий Кладов у нас делал пиротехнику, например, это просто колоссальная работа. Взрывы, фейерверки. Тогда нельзя было купить в магазине, пойти просто. Слайды и киноустановка тоже отфигурировала. Это важный был момент на сопутствующей программам. То есть вот весь этот комплекс. Вот почему руководитель и такая работа синтетическая, которая все сводит. Чтобы никто не тянул в одну сторону, не говорили, а вот давайте только светоэффектом заниматься. Нет, светоэффект, конечно, все важно, но нужна и программа, нужное введение. Мы писали тексты, мы все собирались, обсуждали звуковой ряд. Все было глубоко продумано, расставлено по темпоритму. А по темпоритму это у нас, с какой мыслью была очень такая важная часть, что мы придавали колоссальное значение, и это было очень удачно. Сергей, скажи, пожалуйста, вот смотри, как получилось? Я-то знаю, но мне хочется, чтобы ты для слушателей для нас сказал. Как получилось? Сначала у тебя мысль заняла лидирующие позиции в Московской области, то есть вошла там, честно скажем, в пятерку лучших коллективов Подмосковья, лучших дискотек. И ты потом, тебе предложили заниматься, собственно говоря, областной работой, то есть организацией дискотечного движения во всей области. Или ты сначала занялся дискотечным движением во всей области, а потом уже подтянул туда свою дискотеку? Ну, сначала в области я как эксперт занимался, то есть в 80-е годы я только был экспертом. То есть я организацией, собственно, не занимался. Как эксперт, да, оценка программ, значит, жюри, вот это все, какие-то оценки профессиональных качеств, это я занимался. Но вот уже когда был позже создан в 90-е годы областной молодежный центр, общественного учреждения, тогда, да, это уже была организация, это была другая работа, потому что в 90-е годы уже совершенно требования изменились, тогда не столько смотрели на программы как содержание, чтобы они соответствовали требованиям, ну, в советское время требовали, чтобы было в основном советское больше музыка, а не иностранное, но это известно. А в 90-е годы такого уже не было, но зато повысились требования по организации, вот, чтобы все было грамотно, чтобы не было никаких накладок, чтобы... Ошибочка по Фрейду. Да, 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 это все на рекладу, точно. Чтобы действительно были и призы куплены, и все укладывали в смету, чтобы жюри тоже приехал, уехал нормально, покушал, чтобы получили свои заслуженные деньги. Так что все это было на мне уже, то есть, организация вот и до. Вот в этом изменилась моя, собственно, гольф-функция. Но самое приятное, что этого не видели зрители, и они видели, что хорошо подготовленные команды выходят на сцену, радуют разноплановой музыкой, разными программами. Конкурс, конечно, собирал большое количество зрителей в городах и районах, где он проводился, это просто был праздник, его ждали по полгода, когда, может быть, зональный или свой какой-то проводили, а потом уже ждали, может быть, получится у них провести полуфинал или четвертьфинал-финал, там именно как раз конкурсы дискотек в Московской области. Сергей, скажи, пожалуйста, что касается ярких коллективов, ты сегодня нам рассказал. Но мне бы хотелось немножко обратить внимание на то, что все-таки вот эта команда, она выросла все-таки в серьезную дискотеку, твоя, я имею в виду мысль, да, то есть и дискоклуб, и, собственно, сама дискотека. И мне довелось не принимать участие, и скажу вам, дорогие друзья, без стеснения, работа была очень интересная, очень большая. И я считаю, что одним из таких, как бы, наверное, высоких и, может быть, таких пиковых значений этой работы, показателей таких, это был конкурс, всероссийский конкурс дискотек, который проходил в два этапа. В 92-м году, да. Да, на котором выступали лучшие дискотеки страны. И надо сказать, что там и питерская серьезная очень команда была, и, в общем-то, представительство. Вот, там были и московские ребята, все, и московскую область. Организовывал ее тогда, по-моему, Артемий Троицкий, если я не ошибаюсь. Ну, там дискомастерская. Дискомастерская московская организовывала, да, но председателем жюри был... А, судя класс, ну, это уже Дерей Фонарев, да. Володя Фонарев, да. Председателем жюри был Артемий Троицкий. Да, да, да. И вот, что самое интересное, значит, то есть, там московских подмосковных дискотек из списка, там, по-моему, в 20 команд, которые участвовали в финале, там было две, по-моему. Да, но дело в том, что в основном, кто-то задавали, конечно, московские команды. И то, что мы внедрились туда и попали, то есть, в число призеров, это, ну, история, как говорится, потрясающая. Значит, во-первых, после первого конкурса, это было, мы приняли участие, вот дискотек мысль принял участие во втором конкурсе в 92-м году. А в 91-м году там победителями, призерами стали диджей Фонарь, Володя Фонарев, радио Альянс Суржиков и Розов. Саша Розов. Саша Розов, да. И в результате... Рандеву, по-моему. Да, диск-рандеву. В результате, что получилось? За счет моих знакомств в диск-мастерской, тогда Сидоров и Павлова занимались очень хорошо от администрации этой диск-мастерской, удалось пригласить к нам в родник всех победителей, всех призеров, вот этих, всех три призера были вместе. В результате получилось, что топовые российские диджеи, которые победили на первом конкурсе дискотек и рэп-команд, так он назывался, то есть клубные звезды уже фактически, уже тогда начиналось клубное движение, Москвы и Санкт-Петербурга, приехали в железку на джемсейшен, на тусовку, на большую, это было феноменально. Да, еще Александр Иванов, правильно, из Петербурга, очень хороший джей, да. И вот вместе с Володей, ведущим сегодняшним, значит, джей Плацки, сделали программу, ну, это была не конкурсная программа, это было как фестиваль, но самое главное сделали на аппаратуре, причем, конечно, и поиздевались немножко, как на тест-драйве наш звукооператор говорит, а можно включить треть звука? Да, вообще, это был потом прикол, его долго знали, потому что треть звука для них был, это вообще какой-то 1% их звука. Да, говорить о том просто, что у нас, конечно, оборудование было так себе, скажем честно, приглашать на него, таких людей было на самом деле, но что интересно, ничего не так, в общем-то, надо сказать, пальцы веером не гнули, они, в общем, достойно отработывали, выступили, покивали головой, сказали, ну, что же, ребята, растете пока вы, растете со звуком, ну, еще там, да. Ну, потому что звук никто не покупал, не было у нас таких, я знаю, на свои деньги. В результате, в 92-м году уже, когда второй готовился конкурс, естественно, нас ждали, мы зарегистрировались, но он прошел два этапа. В июне месяце сорвалось из-за грозы, но там еще была мощная пиротехника, не будем-то на ней акцентировать внимание. Поблагодарим Юру. А так, может быть, мы второе место бы и не заняли никогда в жизни. Но мы успели, да, пиротехники выступить, и полностью свою программу показали, нас заметили и запомнили. Поэтому, когда фестиваль решили повторить в августе, уже отношение было очень внимательное. И нас даже не то со середины, а ближе к концу запустили нашу программу. Тогда, конечно, Олег Кулышев, это мистер Кул. Я хочу сказать ему спасибо большое, Олегу и всем, кто танцевал у Олега, потому что у него училось огромное количество, это десятки тысяч человек, прошли школу мистер Кул в разные годы, и у Олега всегда были классные команды, которые выступали в рамках дискотеки. Да, в результате вот этот дружеский, в общем-то, симбиоз, союз, прекрасная танцевальная группа, прекрасный ведущий, диджей Пласки, вот, Володя Платицын, и все, тут даже фонарь, вот, Владимир Фонарев выступал вне конкурса там, а своего Лаки, воспитанника из студии класса, он, ну... Кирилла Лагутина. Да, он просто на английском решил дать свою программу, и сейчас занял третье место. А вот дискотеклуб Муссель на этом российском конкурсе занял на второе место, уступив только Александр Иванов. Саша Иванов нас обставил, обставил нас питерский парнишка, но он, на самом деле, действительно очень талантливый и замечательный. Большая Балашиха. Радио для хороших людей. Ну, а тут поправишь ты меня или нет, послушав вот этот синаграм, кто это, скажи мне сразу. АСМС. Отлично. Вот так, АСМС, да, действительно, да, из тех времен звучит музыка. Сергей, действительно, хочу, поражаясь всегда твоей феноменальной памяти, не только в том, что ты меломан, но и, конечно, памяти на события, на людей, на имена, фамилии. Вот чего мне никогда не хватало. Вот Сергей помнит, наверное, там, десятки тысяч всевозможных там дат, людей, событий. Это очень здорово, Серега. Как тебе сдается это, я не представляю. Природная тренировка с детства. Ну, в общем-то, когда лично общаюсь с людьми, вот я не признаю, например, интернет друзей, которых я в глаза не видел, но когда я лично общаюсь с человеком, я просто допускаю, чтобы он проходил через меня, вот мое впечатление, и он уже остается на десятилетие в моей памяти. Сереж, вот, конечно, надо сказать, что костяк такой дискотеки, он растянулся тоже на несколько десятков лет. Да, то есть мы продолжали там и с Сашей Захаровым общаться, и с Юрой Захаровым, с Романом Бурским. Алексей Коняхин, да. Леша Коняхин, да, естественно. И вот все уже люди стали взрослые, все уже, когда они все женились, когда у них появились свои детки, все равно было приятно друг друга видеть, все равно мы выходили, делали какие-то совместные программы. А я скажу больше, дорогие друзья, мы с Сергеем переженили, то есть всегда попутное направление работы дискотеки были свадьбы, и мы с ним переженили, наверное, в Железнодорожном, наверное, сотен, несколько пар, да, и в Москве, и в окрестных регионах то же самое, поэтому еще и работали таким образом. Это было здорово, на самом деле, мы были молоды, крутые, но мы сейчас крутые, на самом деле, но уж не столько молоды, но тем не менее. Ну, в основном я СМИ это слышу о тебе, но очень рад, потому что я старался, а, кстати, самое главное про крутизну, когда второе место Артемий Троицкий вручал, значит, детскокловую мысль на российском конкурсе, значит, я специально ушел в публику. Да, да, да. Меня сфотографировали в это время в зале. Ты стоишь на площади? На площади среди народа. А, значит, Владимир Платицын получает эту грамоту. То есть я никогда не выступал, наверное, на первой роли. То есть у меня достаточно было того, что организовываю, что я, кстати, в тени, но дело превыше всего. Вот это моя была отличительная особенность, которая, в общем-то, я считаю, что очень должна быть характерна для руководителей любых. Что не надо светить, самое главное, что было дело. Да. Вы знаете, конечно, потом все это поменялось, немножко все это ушло в такую, как бы, немного другую плоскость, все дискотечное движение. Но, вы знаете, вот в эти годы в нем было очень много ярких, интересных представителей. И мы с Сергеем сегодня сделали такую вот, наверное, первую программу о дискотечном движении. И я его попрошу, Сергей, если это возможно, чтобы ты нам, может быть, более детально, может быть, более интересно выбрал из того, что было в этом опыте важного, потому что вот это вот молодежное творчество массовое, которое вовлекает массу людей разных молодых, вовлекает в это творчество, отвлекает их от черт знает чего. Да, без вопросов. С удовольствием. Мне бы хотелось, чтобы мы с тобой сделали, может быть, точечно по каким-то коллективам или по годам, если будет возможность у тебя, подготовить такой материал, еще раз вернуться, не раз, может быть, даже вернуться к этой теме для того, чтобы рассказать нашим слушателям, потому что нет, наверное, человека, практически нет, который относился бы к этому равнодушно, который бы не знал, что такое танцевальная программа, ведь люди общались, встречались, и это было замечательно, по-моему. Да, безусловно. Все эти годы. Друзья, напомню, сегодня в гостях у нас был Сергей Пугачев в 90-е, 80-е годы, организатор дискотечного движения в Подмосковье, и человек, который сделал, собственно говоря, одну из лучших дискотек в Московской области, я думаю, что, может быть, даже и страны нашей в целом, и который очень много сделал для того, чтобы это движение развивалось, чтобы у него были последователи, чтобы все это было интересно, полезно и очень-очень нужно нашим молодым жителям, нашим молодым гражданам. И, Сергей, я благодарю тебя за то, что ты пришел, а нашим слушателям хочу напомнить, что через несколько секунд вы услышите информационный выпуск, еще один наш информационный выпуск «Часа», который для вас подготовила Анастасия Ленская. А это была программа «Такие люди», в студии был Владимир Платицын, желаем вам всего самого хорошего. Спасибо, Сережа, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова